мы стали на якорь вчера в 12 часов ночи и ты понимаешь что у тебя просто все фекальные воды в трюме алло добрый день номер извещения 4038 судно снаханов 2000 идем из долгопрудный адмирал идем севастополь 122 причал этим проте шлюзованием да спасибо принял будем восьми до отширтованы шлюзованию готовы на порту все исправно спасательные жилеты одеты какой рынок услышал 2 2 рим принял левый борт давайте кранцы на левый борт все спускаем все все кран спускаем круглые ставим на левый борт ну давай быстрей 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 Подтягивай. В пятом шлюзе на рамах вот такие таблички. Третий, четвертый. Мы стоили на втором. Вот там первый. Очень удобно. Поднимается эта штука. Да, закрываются ворота шлюзовые. И начинаем опускаться. Мишаня точит йогурт. Очень вежливый персонал. Очень быстро шлюзуют. Обычно можно несколько часов прождать. Вон, видите какая арматура там. Поэтому, что внимательно. Ну да, да. За этим надо смотреть, да. На первом шлюзе сработали нормально, на сегодняшнем. Я думаю, что будет дальше. Если не будем терять медленность. Сколько опускаются? Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну и вот. Соседанчиков. У�. Упоминание. Упоминание. на борту все исправно, желание готово, разрешите встать второй левый стаканом принял стены у шлюзов такие, достаточно арматурные, поэтому надо быть аккуратными, потому что торчит арматура бывает очень серьезно и маленькие кранцы не спасают, нужно ставить обязательно, нужно хотя бы два иметь вот таких вот крупных и круглых, они по крайней мере подальше отталкивают вас от стен, потому что состояние стен в шлюзах, конечно, не идеальное всем привет, на таком красивом фоне хочу объяснить, почему мы так медленно идем там, кстати, будет две лодочки схождения у нас, да, встречка идет значит, ну, суть такая, здесь от Москвы до Дубны шесть шлюзов, шестой он, собственно, в Дубне, а если точнее, первый в Дубне, а шестой он там в московских водохранилищах, да и получается, что у этих шлюзов, у них нету расписания работы, то есть нужно подойти там, ну, условно, первый раз там к восьми утра, вот, и заходишь в шлюз вместе с другими судами и, значит, шлюз работает, тебя опускают, потому что от Москвы все шлюзы опускают лодку то есть если ты из Москвы идешь, вот, то все, вода уходит, и ты вниз опускаешься, да и шлюзы, они подстраиваются, свою работу под лодки на самом деле они подстраивают вот под такие лодки свою работу, да, то есть под большие и получается, ее нельзя обогнать то есть ты вышел в первом шлюзе, ты с ней стоял, да, вышел из него, из этого шлюза и, значит, если ты придешь в следующий шлюз, обогнал ее, быстрее пришел, да то ты будешь ждать, пока она придет, и все равно вместе с ней пойдешь дальше то есть шлюз будет работать под эту большую лодку ну и второй еще момент, здесь разрешенная скорость 15 км в час максимум если ты нарушил скорость, то тебя могут наказать и не пустить в шлюз и ты будешь стоять около шлюза и ждать следующей смены которая может наступить вообще неизвестно когда поэтому максимальная скорость 15 км в час вот, и быстрее ты плыть в принципе не можешь вот эта вот лодочка плывет, она около десятки, где-то 10 км в час вот, поэтому весь день это такая борьба за, борьба со шлюзами, да то есть вышел рано утром из Москвы и там в 8 утра, допустим, вышел со шлюза то есть это не из Москвы, из Москвы там в 6, допустим, да и в 8 вечера ты прошел за дубу ну вот так вот, 10 км в час все, пока ну что, давайте на камеру, как самочувствие? да, отлично, хорошо, сейчас водички обмылись и прекрасно вообще ну что, ты себя нормально чувствуешь? да, холодно выспался макс прекрасно мы как роботы Андрюха я отлично контролирую, понимаешь, процесс, кто-то же должен на фоксе потому что это проще, чем сейчас да не, что выясняйте у медиков вот так вот мы идем в плавание и работаем все мы наряжем погибшим при строительстве канала после второго шлюза здесь паромная переправа я, по-моему, даже не одна вот сейчас мы согласовали проход мы будем согласовывать проход на 5 канале сейчас будем проходить Волгодон и две яхты еще одна паромная переправа мы идем за Волгодоном в общем, нас всех пропускают спасибо им большое ну, вот теперь прямо в Волгу-Волгу выходим перед первым шлюзом дубна вон у нас вытекаем памятник Ленину и справа где-то должны быть памятник ногам Сталина сейчас посмотрим по времени ну, что? это шлюз да, еще раз шлюз дубны он пришлюзовался в Волгодон но заметное, как бы, понижение наш соседник там капитан и мы идем шлюзоваться ко второму риму риму-2 сейчас я покажу, как это выглядит простите за палец много вот штука устройства это штука будет попускать или подниматься вместе с водой сейчас все будет все хорошо а здесь у нас тоже кранцы все, фиксируй бежи отлично вот, все пришлюзовались теперь Ахана пошпаркован вот сказал вас почините канал имени Москвы чиновники что это такое вообще приятный видеорубок после сегодняшнего дня да ну че, обгоняем Волгодон что это такое ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот мы идем в первый клуб в нашем хипи, это клуб в Дурне Фор де Винди. Вот мы пришвартовались в Фор де Винди, первый наш клуб, нас встретили, тут электричество, вода есть, ага, все, спасибо, вот такой красивый клубик, Фор де Винд, Дубна, Пятый Причал, там вот, не знаю, то ли ресторан, кто мангал, сейчас расскажу на расценках, ну, вообще, в общем-то, так симпатично, не хуже адмирала выглядит, это уж точно. Такая очаровательная девушка нас встретила, клуб Фор де Винд, собственно, прибыли к вам на яхте Стаханов 2000, что у вас за условия, расскажите немножко о себе. Стояночка у нас, замечательная, с водой, с электричеством, гостиничный комплекс с номерами, ресторан замечательный, два зала в ресторане. А стояночка сколько стоит? Стояночка 50 рублей. 50 рублей метр, да, в сутки получается? Да. Рестораны, проведение банкетов. А с заправкой что вообще? С заправкой заправиться можно? Заправить по желанию, по просьбе там договариваемся. Ну, если по вопросам можно? Можете. Да, хорошо, отлично, спасибо. Ночь со всей водой и со всем светом 2400. Бензин можно вызвать, он приедет. Продолжение следует...